Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Сегодня я хотел бы снять краткий обзор, который у меня будет посвящаться новинке 2017 года аккумуляторному шуруповерту Bosch GSR 180 Li. Данная модель пришла на замену предыдущему шуруповерту Bosch GSR 1800 Li, который собирался у нас в России в период эксплуатации. Буквально, я не знаю, может быть года полтора-два его выпускали. По этой модели шуруповерта было очень много нареканий различных. Редуктор выходил из строя, проблема была с выключателем. Очень часто обращались в сервисный центр пользователей, кто приобретал такой шуруповерт. Ну и я считаю, что одна из основных причин и конфликтов вообще с магазинами, с сервисными центрами по этому шуруповерту, это было очень сильное биение патрона. Давайте мы посмотрим данную модель шуруповерта. Которая пришла на замену. Вот с торца кейса мы можем видеть модель шуруповерта. Это GSR 180 Li. Также присутствует серийный номер. С другого торца кейса есть сама фотография этой модели шуруповерта. Везде сказано, что это 18 вольт. Ну и конечно же преимущество, ребята, что сборка этой модели шуруповерта уже идет не отечественная, как был предыдущий шуруповерт, а малазийская. Данная модель шуруповерта предназначена для интенсивной работы. Она идеально подойдет для строителей, сборщиков мебели, столеров, электриков, декораторов. Ну и конечно же она еще стала гораздо надежнее и мощнее. Давайте попробуем этот кейс изделия осмотреть внешне, обратить внимание на качество сборки, исполнение, попробовать его повключать, запустить, ну и поговорить о технических характеристиках. Ну и конечно же и о преимуществах этой модели. Кейс идет как обычно у Bosch. Пластик жесткий. Логотип фирменный выдавлен здесь. Здесь тоже логотипчик есть. Здесь на защелочках на кейсе также везде указано, что это Bosch. Защелки, ребята, очень качественные. В период эксплуатации уверен, не подведут. Да и сами кейсы, сами кейсы у Bosch, они тоже сделаны классно, крепко все. Но мне вот, именно мне, почему не нравятся эти кейсы, потому что на них видны вообще любые царапины. Вот этот кейс новый, если вы посмотрите, ну вот здесь еще нормально все сделано. С обратной стороны сделаны вот такие вот подставочки под кейсик, чтобы сам кейс, видимо, не царапать, когда его будет ставить куда-то на пол или что. Но если здесь, допустим, взять ручку, вот обычную, и вот так вот провести, на этом кейсе уже царапина. Даже ногтем вот так. И причем царапины-то белые. И в период эксплуатации, когда я обращал внимание, ребята там приносят, такой инструмент кто-нибудь в ремонт, ну кейс вообще просто умотанный. Так, берем нож, взрываем пломбочку заводскую. До нас этот кейс какой-то не вскрывал, только на заводе, когда его упаковывали. Ну и давайте посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас запах. Если честно, ребята, как будто я открыл китайский какой-то шуруповерт. Пахнет китайским пластиком. Сейчас мы посмотрим, что так воняет. Но вижу я паспорт на само изделие, это на шуруповерт. Дата производства везде указана с обратной стороны, вот здесь на этикеточке. Это у нас апрель 2017 года. Инструкция на русском языке. То есть человек, кто приобрел этот шуруповерт в России, спокойно может ознакомиться со всеми нюансами в период эксплуатации, которые могут столкнуться, ну и изучить все это внимательно. Также идет инструкция по эксплуатации на само зарядное устройство. На само зарядное устройство. С обратной стороны, ребята, указано также на изготовление этого зарядного устройства. На устройство зарядное также распространяется гарантия, как и на шуруповерт, и на сами батарейки. На зарядное устройство идет, ничего они здесь не меняли, блоком с ножками. Технические характеристики на зарядном устройстве я сейчас попробую показать вам. Если кому будет интересно, нажмите на паузу, я думаю, можно ознакомиться будет. Ну вот, выглядит вот таким вот образом. В комплект поставки у нас в шуруповерт идет две аккумуляторные батареи литивые, оснащенные защитой Electronic Cell Protection. С помощью этой функции батарея работает гораздо дольше. Давайте попробуем проверить зарядное устройство. Так как этот шуруповерт у нас заказал человек в интернет-магазине, и нам бы хотелось это видео снять и показать ему, что шуруповерт к нему придет исправный. Вдем аккумуляторную батарейку. Аккумуляторная батарейка, характеристики здесь все есть. Емкость батареи идет 1,5 Ач. Дата изготовления батареи – май 2017 года. Зарядное устройство подключили к сети, горит индикация у нас зеленым, что сеть есть. Берем аккумулятор и просто его вставляем сюда. Вот, смотрите, зарядка пошла. Как только батарейка зарядится, лампочка будет гореть зеленым. Ну и давайте посмотрим сам шуруповерт. У Боша вообще модели шуруповертов вот эти вот, они достаточно громоздкие. Но и шуруповерты идут 18-вольтовый. И производительность, и характеристики у этого шуруповерта гораздо стали больше. Если вы обратите внимание, у данной модели шуруповерта идет увеличенный крутящий момент 54 ньютона. И регулировка в 20 ступеней для работы с разными материалами. Редуктор. Вот здесь вот можно, я думаю, должно быть видно, 20 режимов затяжки. Редуктор переключается гораздо лучше. Патрон у этой модели уже стоит. Так, патрончик у этой модели стоит уже 13 миллиметров. У предыдущего шуруповерта, у модели 18-два ноля, стоял патрон 10 миллиметров. Прочный корпус из нейлона специально создан для выполнения трудных задач. Он гораздо надежнее, чем у старших моделей. Совершенственный быстрозаживной патрон имеет муфту с автоматической блокировкой, который надежно фиксирует биты и различные насадки. Редуктор у шуруповерта идет двухскоростной. На первой скорости редуктор от 0 до 450 оборотов в минуту. На второй скорости от 0 до 1700 оборотов в минуту. Я думаю, что это неплохие показатели. И каждый пользователь, который приобретет для себя такой шуруповерт, оценит это в период эксплуатации. Ну и конечно, это простое обслуживание. У данной модели шуруповерта щеточный узел выполнен вот таким вот образом. Эти щетки легко заменить самостоятельно и не нужно никуда обращаться в сервисный центр. Щетки стоят гораздо дешевле, чем работа, которую вам могут посчитать при обращении в сервисный центр для замены этих щеток. Данная модель шуруповерта предназначена для сверления отверстий и работ скрепежом. Функция реверса помогает без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Вот реверс здесь есть. Клавика, я думаю, должно быть видно. Муфта регулировки крутящего момента, еще раз повторюсь, позволяет максимально точно настроить момент затяжки под конкретный материал. Всего на выбор имеется 20 позиций. В комплекте, еще раз повторюсь, идут две литий-ионные батареи, которые не имеют эффекта памяти и защищены от полной разрядки перегрева и перегрузки. Модель эта идет, еще раз повторюсь, 18-ти вольтовая, емкость батареи 1,5 ампер часа, тип аккумуляторных батарей идет литиевый, максимальный диаметр сверления в дереве 35 мм, в металле 10 мм, число скоростей у этого шуруповерта 2, тип двигателя щеточный, удара у этой модели нет, реверс есть. Число ступеней крутящего момента, максимальный крутящий момент 54 ньютона, мягкий вращающий момент это 21 ньютон. Вес такого шуруповерта составляет всего 1 килограмм 600 грамм, наличие подсветки также присутствует у этой модели, причем, ребята, обратите внимание, вот я на различные шуруповерты снимал обзоры, чем мне нравятся шуруповерты Bosch, даже вот у Makita такого нету, допустим, если вы хотите подсветочкой воспользоваться, да, но не крутя биту, где-то подлезть нужно аккуратненько, вы наибольше нажимаете клавишу, у вас загорается фонарик, то есть подсветили, биту подстроили, как вам нужно, нажали, у Makita такого нет, так что я считаю, что здесь, конечно, Bosch выигрывает. Давайте посмотрим его внешне, оцените качество сборки, швы везде идеально сделаны, корпус литой, сделано все грамотно, ручка, еще раз повторюсь, обрезиненная, удержать такой шуруповерт очень удобно. Не знаю, почему они здесь не сделали ремешок и в комплекте его нет, я думаю, это стоило бы, говоря, копейки, и если бы они предусмотрели это, его здесь сделали каким-нибудь бонусом, еще там с логотипом, с фирменным, с Bosch, было бы тоже неплохо. Ну а так, друзья, если кому-то будет интересно в приобретении такого шуруповерта, проходите по ссылочке, которая указана у нас в описании, цена на сегодняшний день у нас на него по акции. Вам желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, если видео вам наше понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, всем удачи! Также еще хотел бы посоветовать, ребята, кто все-таки приобретет эту модель шуруповерта, были частенько такие случаи, что люди обращались в сервисный центр, но при интенсивной эксплуатации вообще электроинструмента Bosch, неважно, это там шуруповер или болгарки какие-то, шильди, которые у них наклеены, вот эта наклеечка на корпусе изделия, он ничем не защищен. Серийный номер, который здесь указан в период эксплуатации, можно спокойно, легко повредить. Я вам советую взять обычный скотч и скотчем здесь и сверху наклеить. Можно даже в два слоя наклеить скотчем, чтобы серийный номер в период эксплуатации этот не повредить. Так как если через два года, как вы знаете, на Bosch гарантия идет три года, если через два года, допустим, вы обратитесь в сервисный центр с проблемой, что у вас там, допустим, перестал работать там выключатель или какая-то проблема с редуктором или еще что-то, и серийный номер будет поврежден, сервисный центр вам просто откажет от гарантии. Это уже проверено, так что, ребята, не столкнитесь с такой неприятной ситуацией.